ДИСКЛЕЙМЕР Сводка криминальных происшествий за неделю Многие десногорцы решили провести сегодняшнее утро в седле Большой праздник велосипедного братства Очень приятно вас всех видеть здесь И мы начинаем КВН Вся жизнь театр, а люди в нем актеры Команды школьной лиги КВН сразились за весенний кубок Выполнение заданий не предусматривает каких-либо рисков для вашей жизни Пожалуйста, относитесь к этому спокойно Городской квест «Холодные игры» набирает обороты в Десногорске А теперь об этих и других событиях подробнее В Смоленской области планируется построить круглогодичный горнолыжный комплекс Вопросы реализации проекта губернатор области Алексей Островский Обсудил с руководителями спортивных федераций и представителями строительных компаний Возвести объект намерены в деревне Волутино Здешняя местность характерна своим рельефом и перепадом высот Это позволит создать горнолыжные трассы различного уровня сложности А также возвести всю необходимую инфраструктуру Кроме этого, это место находится всего в 7 километрах от центра Смоленска В случае реализации проекта основная часть финансирования Планируется за счет целевых программ по развитию внутреннего туризма 24-й юношеский турнир по борьбе дзюдо Испытание силы воли и физической подготовки для всех участников соревнований На турнире побывала и наша съемочная группа Детская юношеская спортивная школа в Десногорске Стала ареной 24-му турниру по дзюдо Особый вид спорта, который воспитывает силу воли и формирует моральный дух Продолжает привлекать своих новых поклонников Достойный уровень борьбы готовились показать молодые люди 2006-2010 годов рождения Приветствовали бойцов почетные гости соревнований Нам хочется пожелать вам всем хорошего настроения, удачи и пусть победит сильнейший Среди гостей были также именитые спортсмены Призеры чемпионатов мира, мастера спорта и победители Олимпийских игр Наставники сказали приветственное слово участникам соревнований и пожелали видеть честную борьбу 16 весовых категорий были представлены ребятами из Республики Беларусь, Московской и Смоленской областей В том числе и из Десногорска Несмотря на грозность этого вида спорта, среди участников присутствовали две девочки Стремление к победе которых может быть примером для многих мальчишек Из 120 участников призовые места заняли 64 спортсмена Достойный результат у участников из Десногорска – 7 призовых мест Было наиболее сложным, мне вторая складка Я ее проиграла, к сожалению А понравилось мне, когда меня награждали Какие у тебя планы на этот спорт? Ну, продолжать и все больше и больше завоевывать место Зюдо – это вид спорта, который сделает человека сильным и уверенным в себе И, как правило, этот успех проявляется во всем В учебе, работе, семье и обществе Это самый лучший вид спорта для детей Что такое борец? Гимнаст, футболист, хоккеист, лыжник – это все Ну, то есть это полностью развитие ребенка вообще в глобальном смысле Слезы поражения сменялись радостью победы Но главная схватка этих молодых спортсменов еще впереди Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ А о криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 105 сообщений о происшествиях Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями Выявлено 102 административных правонарушения В том числе 90 нарушений правил дорожного движения За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах К административной ответственности привлечены 11 человек Официальное открытие велосезона – долгожданный праздник для всех любителей прокатиться с ветерком Но велопарад – это не только беззаботное общение с единомышленниками Подробности в сюжете Ясная погода выходного дня и километры дорожного полотна Долгими зимними вечерами подобные мечты наверняка были у многих велосипедистов И теперь это стало возможным Настоящим весенним теплом встретила погода участников велопарада в Десногорске Я буду долго гнать велосипед Словами этой известной песни можно очень точно описать настроение этих людей Многие десногорцы решили провести сегодняшнее утро в седле Время проведения мероприятия подобрано как нельзя лучше После подобных прогулок в кругу единомышленников можно зарядиться хорошим настроением на весь день Скажите, как вы сегодня подготовились к этому празднику? С хорошим настроением Главное – проехаться и ребенку показать, что это такое Стройные колонны велосипедисты двинулись в путь Около ста участников в сопровождении полиции проехали по городу и отправились на природу Следующая остановка – Десногорский скалодром Мы все видим, что вот мы отдыхаем, а кто-то здесь сорит Где-то бросают мусор, бутылки Уборка, а тем более в лесу – дело непростое Но надо отдать должное участникам Заданием справились все Поделиться впечатлениями можно было за обедом Всем полагался традиционный плов Естественно, все велосипедисты едут сюда ради открытия сезона, не ради плова Но это такой бонус Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ 20 апреля в центре Нейтрина прошел фестиваль весеннего кубка школьной лиги КВН В нем принимали участие пять десногорских команд Борьба в тот день развернулась нешуточная, а искрометный юмор участников на повал сразил всех зрителей Подробности в сюжете В юмористическом жанре команды соревновались за звание самых веселых и находчивых Основной темой открытого кубка было высказывание Вся жизнь театр, а люди в нем актеры И не случайно, ведь эту весеннюю игру посвятили году театра в России После представления команд на сцене ребята показали свое приветствие Яркие, необычные выступления, наполненные недетским юмором, зрители воспринимали на ура По итогам предварительной жеребьевки первое свое приветствие показала команда четвертой школы «Сила Трения» Здравствуйте, а какое самое интересное здание в городе? Атомная станция А какая самая большая постройка города? Атомная станция Определить фаворита этой игры было практически невозможно Каждую команду пришли поддержать многочисленные шумные болельщики Все команды выступали практически на равных Но уже на разминке, темой для которой выбрали суждение Быть или не быть, когда придет ЕГЭ, ученики третьей школы вырвались вперед Команда «Три в одном» быстро реагировала на вопросы соперников И выдавала смешные, неординарные ответы Разминку сменила музыкальное домашнее задание Из песни слов не выкинешь Где снова отличились «Три в одном» Это ремикс известной песни Сергея Штурман Замечательный мужик вывез бабу в Геленджик Более доступная инородная версия Замечательный мужчина вывез бабу в духовщину Команда «Стражи Дикси», представляющая первую школу Также запомнилась зрителям своим домашним заданием Ребята исполнили юмористический ремикс на песню «Тополины пух» Игра пролетела как одно мгновение И после того, как все команды показали свои юмористические таланты Жюри удалилось на совещание Но перед тем, как вынести свой окончательный вердикт и объявить, кто лучший Командам вручили кубки в следующих номинациях Самой музыкальной командой объявлена команда «Сила трения» В номинации «Лучшая шутка» победила команда «Несколько хороших людей» Мистером КВН стал харизматичный представитель команды «Три в одном» А звание мисс КВН удостоилась энергичная Юлия Бочкарева Приз зрительских симпатий благодаря своим многочисленным болельщикам Вручили команде «Три в одном» Она же оказалась и победителем весеннего кубка школьной лиги КВН Игра была яркой и веселой На самом деле КВН это незабываемо, это атмосфера, это чудесно Невероятная энергетика присутствовала в зале Болельщики были не просто благодарной публикой, они изо всех сил поддерживали свои любимые команды Сейчас у меня прям такой адреналин, я кричала там вопсю, прям очень понравилось Эти весенние игры 2019 заслуженно можно считать одними из лучших игр в школьной лиге КВН Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Розганова, Десна ТВ Ночные приключения горожан становятся доброй традицией Активная молодежь Десногорска уже второй раз участвует в увлекательном квесте для взрослых холодные игры С какой головоломкой на этот раз столкнулись участники, смотрите в сюжете Героям вторых холодных игр выбрали образ Шерлока Холмса и всё, что с ним связано Участники должны были вспомнить факты о нём, разгадать серию загадок, аналогичных тем, с которыми сталкивался сам Шерлок И ответить на непростые вопросы Всего в играх на этот раз приняли участие 17 экипажей, а это около 70 человек И несмотря на то, что это мероприятие для Десногорска новое, интерес у горожан к нему только возрастает Человек должен мыслить креативно, мыслить неординарно Ведь это не просто обычная загадка-отгадка Здесь надо подойти к фантазии, здесь какие-то коды Здесь надо физически быть подкованным Большое значение в играх имеет и физическая подготовка участников Ведь, как говорят сами организаторы, коды, которые используют в игре, нанесены в местах, куда нужно долго бежать и даже высоко подпрыгивать Но организация игр проходит на хорошем уровне и безопасность участников прежде всего Все делается для того, чтобы во время игр люди могли отдохнуть Сегодня нас контролировала полиция, нам помогал профсоюз, администрация атомной станции нашей Мы сегодня со всех сторон прикрыты Квест не только дает участникам возможность отдохнуть и проявить свои знания, но и научиться стратегии Хитрость на играх только приветствуется, ведь любая эмоция может оказаться существенной подсказкой для соперников Вторые холодные игры максимально раскрыли потенциал всех участников, но победитель здесь только один Сейчас я слежу за игрой, и что, как и в прошлый раз, вперед вырываются мимимишки Уставшим, новоодушевленным победителям вручили маленькие презенты и сладкий подарок Эмоции переполняют, это очень захватывающая игра Второй раз победили, это очень неожиданно для нас Следующий квест запланирован уже через месяц И всем, кому интересна активная игра по ночному городу, могут принять участие в ней Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ И коротко о погоде 23 апреля в Десногорске облачно и без осадков Днем плюс 17, ночью 5 градусов тепла На сегодня это все новости Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт disnadefistv.ru С вами был Олег Соловьев, до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok